Доброе утро! Это канон, программа для тех, кто ее смотрит. С вами ведущий Дмитрий Меделеев. Сегодня мы поговорим о важной стороне жизни каждого православного христианина, о таинстве покаяния и причащения. В гостях у нас протеерей Георгий Бреев, настоятель храма Рождества Пресвятой Богородицы в Крылацком, и ермонах Свято-Данилово монастыря Гермоген, а также журналисты московских изданий и студенты духовных и светских высших учебных учреждений. Таинство покаяния – важная сторона духовной жизни каждого христианина. Покаяние предполагает три этапа. Во-первых, испытание совести, стремление оценить свое внутреннее состояние. Во-вторых, сокрушение сердца, осознание того, что наши поступки, слова и мысли далеки от евангельского идеала. В-третьих, исповедание своих грехов священнику. Этот этап называется исповедь. Священник является свидетелем нашего покаяния перед Богом. В каждом таинстве действует особая сила – благодать Божия. Но чтобы принять ее, мы должны прийти подготовленными. Над каждым кающимся священник читает особую молитву, которую в церкви принято называть разрешительной. И при этом покрывает голову епитрахилью. Знаком нашего искреннего стремления отойти от грехов является поклонение Кресту и Евангелию после исповеди. Церковь верит, что милосердно Господь прощает всякий грех, который мы искренне исповедуем. Итак, мой первый вопрос, наверное, самый простой. В какой момент у человека обычно возникает желание исповедоваться? Пожалуйста. Если смотреть, прослеживать духовные пути, то можно увидеть, что у одних это чувство, ощущение очень остро и кардинально, может, проявлялось в самые отроческие годы, юношеские годы. И читаем, может быть, жизнь подвижников, святых, как замечаешь, что вот уже в такие годы, казалось бы, в которые невозможно было ожидать, что душа могла быть занята какими-то очень серьезными проблемами. Однако они выявляются в виде такого безотчетного стремления к Богу и желания молиться. И вот здесь, по-видимому, уже волей-неволей, но человеку может зародиться потребность в своем исправлении. А вот, с Вашей точки зрения, все-таки, что больше ищет человек, приходя на первую исповедь? Духовного наставника, помощника в жизни? Или им движет все-таки желание освободиться от своих грехов? Ну, пути Господни неисповедимы, и каждый человек приходит к Богу по-своему. Как правило, чаще всего, все-таки, гремит гром, может креститься, и тогда в нем зарождается мысль, что-то я в этой жизни делаю не так. И таким громом может быть все. Несчастная любовь, тяжелая болезнь, утрата близкого человека, или вмешательство какой-то отрицательной духовности, холдовство сглаза, которые сейчас так популярны. И когда человек с этим сталкивается, то сначала появляется, и чаще всего так бывает, у людей появляется страх. Страх того, что что-то в этой жизни не так. И он пытается найти ответ. А что? В чем моя ошибка? Что делаю не так в этой жизни? Он приходит в храм. И первое наставление, первый совет, который он должен получить, это то, что человек должен покаяться. Вспомним, с чего началось Евангелие, с проповедя на крестителя. Покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное. И, собственно, покаяние, о нем очень сложно говорить, потому что это слишком широкий вопрос. Покаяние – это смысл жизни христианина. То есть вот путь христианский – это и есть путь покаяния. Прежде всего, вот выжимание из себя, как у Чехова, да, вот по капле себя раба выжимать. Так вот и здесь вот по капле выжимать из себя грех. Это крестный путь, путь тяжелый. Вот. И, опять-таки, я говорю, у каждого он индивидуален. То есть есть люди, их меньше, которые приходят к Господу, может, от избытка той радости, которую они получают от жизни. И они приходят не из-за страха, не из-за того, что у них что-то случилось, а из-за той необыкновенной любви, любви к Творцу, которую они ощущают сердцем. Ибо душа любого человека по своей природе христианка. И поэтому любой человек стремится к хорошему. То есть стремление к хорошему заложено в нашей природе. А истинный благ только Господь. То есть вся полнота благости, она находится у Бога. И поэтому у человека есть естественный нравственный закон, который его тянет к Богу. И человек пытается приблизиться к Богу, даже ему не осознавая этого. И то есть любой нормальный, скажем, духовно нормальный нравственный, нормальный человек, он так или иначе своим путем пытается приблизиться к Богу. А вот, извините, практический вопрос. Допустим, человек первый раз хочет исповедоваться. И он выбирает, где это сделать. Ведь не так просто открыться другому человеку, даже батюшке. И существует в этой связи такое довольно распространенное мнение, что лучше исповедоваться в монастыре, чем в простом приходском храме. Как вы думаете, с чем это связано? Ну, видимо, с тем, что как бы в представлении многих, ну и может, на самом деле, так действительно и есть монастырь, в монастыре люди ведут более собранный образ жизни. И как бы вот, понимаете, прежде всего возникает барьер. Вот, например, подходит женщина и говорит, ну почему я должна исповедоваться? Вот священник, это мужчина, пусть там даже облаченный саном, но свои какие-то интимные вопросы, жизнь личная. Почему я должна перед ним их раскрывать? В конце концов, у меня даже есть какой-то стыд перед ним, как опять-таки перед мужчиной. Вот. И вот это очень такое частое заблуждение. Вот это то же самое, что стесняться перед врачом рассказывать свою болезнь, скажем, или перед врачом раздеваться для обследования. То есть это вот прямая параллель, я думаю. Ну, а монахам как-то традиционно люди больше доверяют, в том плане, что человек как бы уходит от жизни. Все-таки мирской священник, он, скажем, живет в окружении мира, то есть он также общается со всеми людьми, а монах, в представлении многих, это человек уже как бы совершенно уединившийся и не имеющий никакого отношения с миром. Вот, хотя, конечно, это на самом деле, конечно, я считаю это неправильно, потому что я знаю, что есть священники, мирские священники, значительно ведущие более высокую жизнь, скажем, чем, может, многие монахи. И дело не в этом, на самом деле, у кого исповедуется, у монаха ли, или у мирского священника. Вот я считаю, что для каждого, опять-таки, каждый должен решить для себя сам, у кого ему исповедоваться. Но вот и действительно, если человек согрешил, он чувствует искреннее раскаяние, плачет, понимает, насколько тяжелый проступок он содеял, и, тем не менее, почему необходимо высказать еще раз все его раскаяние батюшке, духовному наставнику? Почему недостаточно внутри раскаяться в содеянном? Отец Георгий. Ну, я думаю, сам процесс, конечно, начинается, во-первых, с чисто внутреннего переживания. Родилась потребность, родилось ощущение, что вот совесть моя укоряет, я живу как-то не так, как должно. Если человек мыслящий, так сказать, читающий, думающий, там, или интересующийся священной литературой, то он всегда может обратить внимание о том, что необходимость покаяния везде, она, как бы, пронизана весь дух священного писания, особенно, если взять Евангелие, вот, Аброси Оптинский замечал и говорил, что вот, что Евангелие начинается, оканчивается покаянием, призывом к покаянию. И поэтому вот эта потребность, она, мне кажется, рано или поздно, как говорил один из богослов, она, рано или поздно, она может перед селиком стать не просто таким серьезным каким-то внутренним, но может таким требованием всей его духовной природы, требуемой его разума, требуемой его души. Сколько мы знаем таких трагических изломов, причем потом, после этого рождались великие личности. У меня привело покаяние в храм, то есть у меня была такая ситуация, я жил, как бы, вообще, не каясь, ничего, просто даже не ходил в церковь, то есть, и потом однажды просто я вышел на балкон, и мне вдруг стало страшно, как бы, и какая-то сила стала меня тянуть прямо вниз, вниз балкона, просто стала тянуть, то есть, и мне очень стало страшно, я не мог ни есть, ни пить. И первая мысль, которая мне пришла, то есть, как бы мне не было стыдно за свои, за все содеянные, то есть, я должен прийти в храм и исповедоваться, то есть, для меня было самое важное, это покаяться, то есть, прийти и просто исповедоваться, как бы не было стыдно. Я пришел, то есть, к батюшке, в первую, в ближайшую субботу пришел, исповедовался, мне стало чуть-чуть легче, ну, конечно, сразу не отпустило, и около двух месяцев, мои грехи, мне все равно было страшно, мои грехи, все то, что я сделал до, до прихода в церковь, меня тянули, как бы, обратно, мне было очень страшно. Ну, где-то прошло два-три месяца, и, как бы, все нормализовалось. То есть, покаяние для меня, это очень много значит, то есть, я пришел, очистился, это, вот, покаяние для меня, это равносильно, как, ну, душ для тела, то есть, ну, это душ для души, то есть, как бы, я очищаю свое тело каждую неделю, потому что я стараюсь чаще исповедоваться, вот, и перед каждой службой я исповедуюсь. Пожалуйста, вопросы. Я бы хотел обратиться к конкретному примеру из истории обычного человека. Девушка, христианка, православная, крещеная, долго мучилась, прежде чем пойти на исповедь и покаяться, потому что очень были тяжелые события в ее жизни, связанные с личными переживаниями, там, всякими сексуальными проблемами и так далее. Наконец, она пришла и очень имела тяжелый опыт, потому что в затылок ей дышали люди, которые ждали своей очереди. Батюшка прервал ее, сказав, что того, что ты рассказала, мне уже достаточно для того, чтобы определить, как бы, твои грехи и глубину твоего падения. Вот, значит, там, условно, просто не помню, там, пять таких молитв ты читаешь утром, днем, еще там, десять вечером, еще восемь. И через месяц придешь и расскажешь о результатах. Девушка была в ужасно расстроенных чувствах, действительно, на грани срыва. Подруга отвела ее в католический храм. Девушка там, опять же, исповедовалась. После этого она не стала католичкой, но... Вот у меня вопрос в следующем. Как вы считаете, кто виноват в том, что такое происходит? Что вот человек может прийти уже на исповедь и после этого не получить того, на что он рассчитывал. Кто в этом виноват? Да, пожалуйста, отец Гермагин. Действительно, не единичный случай, я знаю такие примеры. К сожалению, это такие случаи бывают. Вот. Ну, и виновных здесь много, начиная от 70-летнего советского периода, когда, скажем, церковь не... Когда всячески пытались прервать традицию в церкви, на духовную традицию. Вот. Также существуют кадровые проблемы. То есть сейчас духовные школы, которые выпускают священнослужителей, они пытаются дать какие-то определенные знания, именно, скажем, и в области общения, в области психологии, вот, передать какой-то духовный опыт. Но слишком мало студентов учатся в этих школах. Многие священники сейчас... Так как, вот вы и сами сказали, что эта же бедная женщина стояла на исповеди, множество людей дышало и в затылок. Не хватает священников. Слишком много верующих людей. Ну, может, не слишком много, их просто много. Вот. А священников мало. И, к сожалению, не все священники обладают необходимыми знаниями, а может, даже и какими-то внутренними качествами, для того, чтобы как-то уделить достаточное количество тому или иному страждущему человеку. Ведь вы представьте себе тоже, с другой стороны, священника, около которого стоит эта огромная толпа людей, вот, и он с ужасом думает, что ему там, скажем, за полтора часа надо пропустить тех или иных людей. Ну, хотя это, конечно, ни в коем образом не оправдывает того священника, который принимал исповедь. Ибо человек приходит во врачебницу. И поэтому он оттуда должен уйти, хотя бы частично исцеленным. Отец Георгий, я хотел у вас спросить, обратиться к вам за чисто практическим советом. Ну, очевидно, что и сейчас это происходит, и будет еще какое-то время происходить. То есть люди будут приходить в храмы на исповедь и не получать того, что они ждут. В этой связи, мне кажется, очень важно дать рецепт. Как должен вести себя человек, столкнувшийся, попавший в такую ситуацию? Что он должен делать? Пойти поискать другой храм? Или все-таки, невзирая на то, что происходит, на то, что ему там дышит в спину, батюшке некогда, все равно, там, я не знаю, написать на бумажке и рассказать обо всех своих грехах? Как должен человек сам подойти? То есть с чисто технической точки зрения к этому вопросу. Я скажу, у нас вот такая практика установилась. Я как настоятель рекомендую своим священнослужителям. Я говорю так. Конечно, ведь сейчас вопрос исповеден очень такой сложный. Почему люди невоцерковлены? Многие очень. Они только ищут путей к приходу к церкви. Приходит человек, допустим, много случаев такие, там, в 10, там, в 7 вечера. Батюшка, я хочу вот исповедоваться. Вот сейчас. Приходит даже часто, чувствуя, что он не готов к исповеди. Я должен или утрировать сам приход его, как сказать, отвечать его так, в его же, так сказать, таком поверхностном отношении. А чтобы вызвать его на серьезный акт, я должен с ним действительно, во-первых, чтобы он пришел в какой-то мере уже, понимая, для чего он пришел и к чему он идет, перед кем он должен предстать. Это исповедь, это суд. Простите меня, если мы сейчас вот вас всех, кого-нибудь нас вызовут на суд, мы, наверное, пойдем-то так, так сказать, не веселыми ногами, а будет, так сказать, там, может быть, пробьет нас ни один пот. Для того, я буду думать, как я отвечу, как мне правильно, чтобы показать ситуацию, объяснить, что я действительно, вот это, я действительно готов эту вину принять, а здесь нет. Поэтому этот момент, он, понимаете, с одной стороны, мы священники знаем, как это ответственны все. С другой стороны, масса приходящих людей часто не дает себе этот ответ. Она может прийти любою, иногда даже вот восстановившись в какие-то поверхностные отношения, чуть ли не готова на священника на горло наступить. Вот давай вот сейчас, даже приходи, такой один пришел, вот человек, вот, если сейчас не будешь исповедовать, я сейчас вот пойду там и убью себя, вот. Вот такие моменты даже. В церкви существует правило, можно принимать святое причастие только после исповеди. Может ли человек, если он постоянно ходит, постоянно исповедуется, обычно он над собой работает, и он хочет причащаться, например, каждое воскресенье, но не всегда хватает времени, может отстать эту очередь, успеть. И тем более, если он готов к причастию морально, у него нет вот на душе таких вот того, о чем он мог бы сказать, что он хотел бы сказать. Если даже он в этом случае пойдет на исповедь, просто ради того, чтобы отметиться, чтобы была исповедь, не будет ли это профанировать, само таинство? Ну, вы знаете что, я считаю, что в этой греховной, ничего греховного в этой практике нет. Другое дело, что если человек просто подходит под эпитрахиль, для того, чтобы только отметиться, да, безусловно, в этом есть профанация таинства. Но я думаю, что всегда человек найдет, даже если человек исповедуется и причается каждое воскресенье, за неделю набирается достаточное количество грехов, и всегда есть чем поисповедоваться. Но, опять-таки, это уже, может отчет без исповеди подойти к чаше, это уже, скажем, вопрос духовного строения того или иного прихода, скажем, духовного руководства в том или ином приходе. Вот, и поэтому, если, например, человек исповедуется у батюшки, который служит и который знает, что вот как живет этот человек, если он подойдет к нему без, скажем, без предварительной исповеди, то, наверное, это будет совершенно нормально. Но, если... Ну, и, конечно, человек, который никогда не исповедовал, причаститься не может. Просто очень часто... Нет, безусловно. То есть, если мы говорим, что в данный момент к чаше может подойти без исповеди только человек, который ведет, который периодически, то есть систематически исповедуется, совесть которого, в общем-то, не отягощена смертными грехами, и который, в общем-то, внутренне готов к опричащению. Но так как, например, на большинстве приходов, когда, вот представьте себе, приходит незнакомый человек. Откуда я знаю? Кто он? Что он? То есть, если он вчера убил человека, а сегодня пришло причаститься, а может, он экстрасенс сказал там 40 раз, причаститься в монастырях, а может, еще что-нибудь. Вы понимаете? Поэтому необходим некий какой-то духовный контроль, чтобы не отдать святунью псам, для того, чтобы как бы вот и человека с другой стороны спасти, потому что человек недостойно причащающийся, он же причащается себе в осуждение. И вместо врачества духовного он получает новые болезни. Вот. И поэтому вот существует такой контроль. Почему? Когда, вот, например, подходят незнакомые люди к чаше, и часто батюшка спрашивает, а вы исповедовались, вот, перед причастием? Человек прошел в церковь, исповедовал свои тяжелые грехи, и совесть постепенно начинает успокаиваться. Как дальше очищать свою душу, и как идти по пути спасения? Ну, что касается всевозможных духовных состояний, таких ложных духовных состояний, которые называют церковь прелестью, или просто какими-то ошибочными состояниями, то очень часто, безусловно, духовная жизнь, она сопровождается всевозможными какими-то ошибками, и, в общем-то, так как, тем более, мы уже, вот, все-таки люди, воспитанные в советское время, естественно, мы многих вещей не знали, не знаем, к тому же, в общем-то, у нас у многих есть глубокие душевные, духовные повреждения, вот, что часто нас иногда вот вводят в какие-то такие вот, ну, скажем, не те состояния, которые должны быть. Конечно, естественно, нормальное состояние человека, когда он начинает, скажем, свою работу над собой, приступает к покаянию, то, скажем, исповедовав тяжелые, самые тяжелые грехи, конечно, какое-то время он испытывает радость, радость очищения, но потом он начинает замечать другие грехи, более мелкие, но так как душа очищена, эти более мелкие грехи могут причинять большую боль. И так вот, соответственно, представьте себе, вот у вас дом, заваленный там дровами, мусором, вот вы вынесли вроде там дровами, металлолом, остался вроде какой-то такой мелкий мусор бумажки, но вы понимаете, в чем дело, это не значит, что вы уже успокоились, да, хочется еще что-то, да, дальше убирайтесь, потом уже каждая пылинка, вот если вы идете правильный образ жизни, то уже вот эта каждая пылинка вашей души, она будет вас печалить, она будет вызывать вас, вот как раз это чувство сокрушения. Пожалуйста, еще вопросы. У меня такой вопрос, сели священники на приходе, или священники-монахи в монастыре допускаются до Таинства Исповеди, то есть сели, они могут исповедовать, потому что, насколько мне не изменяет память, по-моему, во времена Стоглава только монахи и только пожилые могли исповедовать. Отец Георгий. Да, в церкви существовала практика, довольно даже, если взять это не только русскую, вот, православную церковь, но взять христианскую деревнюю церковь, то исповеди проводили, вот, специально так, каждый храм, каждый приход имел своих таких духовников, и они не обязательно даже могли быть, иметь сан духовный. Это назывались такие старцы, то есть люди духовно опытные, но благочестивые, которые достойно прожили свою жизнь, и им вручалось это, вот, как бы сказать, такое окормление духовное. Также, вот, возьмите нашу Оптина, там тоже ведь старчество тоже, потом многие принимали сан, а вот были даже такие монахи, которые вот посвятили себя, вот, по своему глубокому смирению, что вот я хочу жить так, вот не буду сан принимать, но в то же время видели их святость жизни, тянулись к ним, и они действительно врачевали недуги душевные человеческие. Был период, когда после Иоанна Злаоуста, по-моему, право духовничества даже брал на себе епископ. Род исповеден был, и имел, как бы сказать, покаяние само могло быть, не было еще такого индивидуального, могло быть покаяние и вот общественное, только когда исповедующий смог при лицом всей церкви исповедовать свой грех. Потом это правилами было установлено о том, что всякий, кто имеет сан священный, он имеет право, ну, вот, уже впоследствии, сказать, он имеет право на принятие исповеди. По-видимому, это тоже было связано с тем, что епископы были уже, у них другие функции для них приобретались, так сказать, довольно, вот, огромные, поэтому все это пришло к приходским священникам. И сейчас наряду с духовничеством, так, как, может быть, монастырским, где есть высокой духовной, духовной опытности старцы, как вот известные на всю Россию, едут к нему, к ним, к старцам, специально на исповедь душу открыть. В то же время каждый священник, вот, сейчас, в настоящее время, имеет право, имеет, так сказать, возможность принимать исповедь. Если человек приходит на исповедь, с каким-то достаточно, на первую исповедь, с большим багажом грехов, может ли быть, он уверен в том, что при правильном подходе к этому таинству грехи его будут отпущены? Конечно. Так в этом и заключается таинство исповеди, что Господь присутствует, вот как раз возвращаясь к предыдущим вопросам, почему именно необходимо, скажем, именно со священником. То есть не священник прощает грехи, а, прежде всего, Господь. Именно Господь, Он принимает каждого человека как блудного сына. Вот. И когда, как раз вот, владыку Антония Сурожского спрашивают часто, как надо исповедоваться? Он всегда говорил, вы исповедуетесь, как в последний раз. Как будто, каждый исповедь должно быть, как будто перед смертью. Если человек будет так исповедоваться, искренне сердце, то тогда, я уверяю, что, естественно, он имеет твердую уверенность не повторять эти грехи. Вот. Пусть даже он их повторит, да, но если это есть ему уверенность и вера, то, конечно, он будет причиной. Есть такая замечательная книга старца Яна Версонофия, пророков они именуются. И вот там вся книга построена в вопросах и ответах. Один из духовных сыновей задает старцу очень святой жизни, высокой жизни. Вот. А вот как я могу узнать, что Бог простил мне грех? Вот это тоже созвучно, так сказать, и прямой ответ. А он говорит так, если ты пережил отвращение вот к тому, в чем ты каялся и уже возненавидел это, это первый признак того, что грех твой прощен. Отец Гермоген, а можно ли жить в таком случае по принципу грешить и каяться, грешить и каяться? Ну, согрешили, покаемся, согрешили, покаемся. Это очень поручная практика. И в том, что это просто непонимание христианства. То есть, вот как написал Антоний Храповицкий, вот как вот, как раз вот многие западные церкви пошли по этому пути, тут все происходит от непонимания христианства, как вот постепенного пути к самосовершенствованию. Пока, если мы будем относиться к таинству исповеди, простите, как к справлению естественных надобностей, то, что ты пошел, в тебе ничего не изменилось, то тогда, можно сказать точно, таинство не произошло, произошла профанация таинства. То есть, да, безусловно, другое дело, что по немощи, по нашей, мы можем снова повторять грехи, так как природа наша повреждена, и таинство крещения, таинство исповеди, как бы, они не смывают все последствия грехов на человеческой душе. То есть, по своей немощи человек может еще впадать в эти грехи, но он должен переживать об этом, сокрушаться и справляться. Если этого не будет происходить, то это будет именно профанация таинства. Вот возьмите, так как мы прибегали к теме врачевания, вот рана нанесена, да, рана заживает, а я раз опять сковырнул, да, вот так сказать, она опять заживает, потом я возьму третий раз ее, и четвертый, и что мне будет. Или гвоздиком поковырить. Да, это хорошее пример, ведь бывают глубокие раны, бывает царапина, а могут быть и смертельные. Все силы дают, и Бог дает для того, чтобы восстановить себя, чтобы врачевать себя, так сказать, а если я сам, да, знаю, но все-таки вот я здесь ковырну еще раз. Если царапина, она очень быстро врачуется, соответственно, раны глубокие, смертельные, они требуют серьезного врачевания, поэтому, собственно, какой-то тяжелый грех он оставляет после себя очень серьезный след, и поэтому он требует очень серьезного и длительного врачевания, ни одной исповеди. Спасибо вам огромное, благодарю вас за участие в нашей сегодняшней передаче. Спасибо вам, до свидания, до встречи в следующее воскресенье. Субтитры создавал DimaTorzok